Привет, друзья! Меня зовут Надя Шививко, и сегодня у нас прям больная тема, а именно как распознать людей, которые сначала делают нам заказ, а потом отказываются за него платить, просто игнорируют нас. Вот как нам не попасть в эту ситуацию и еще на этапе переговоров понять, что этот человек нас в итоге кинет? Сегодня я расскажу вам, как это сделать, и расскажу, как вообще получать деньги с каждого заказа в рукоделии. Поставьте лайк перед началом просмотра, за то, что я проделала такую огромную работу, что собрала все эти советы в одно видео, и поехали! Итак, представьте себе типичную ситуацию. Вам написали в директ. Здравствуйте, а вы вышиваете на заказ? Вы говорите, да, вышиваю. Вам говорят, хорошо, а вы не могли бы вышить вот по такому примерно эскизу, вот примерно такую-то работу. И вы думаете, деньги бы мне сейчас, конечно, не помешали. И говорите, да, могу. И потом у вас такие странные мысли, типа, ой, а вдруг, вдруг она написала не только мне, но еще куча-куча других мастеров. Надо ей что-то такое дать в довесок, чтобы она точно меня выбрала. И вы начинаете, блин, обещать просто золотые горы. Говорите, знаете, я, я, я вообще это сделаю быстрее всех. Вот, я это сделаю за неделю и сразу же отправлю. И вообще, знаете, мне не нужна предоплата. Я работаю за идею, я просто люблю свое дело. Не то, что там другие про деньги говорят, а низкие людишки. Вот, и вы, короче, как бы любуетесь собой в этой ситуации, вы думаете, что вы просто уделали остальных мастеров, предоставили невероятные условия для этого клиента, и поэтому он будет счастлив, вы будете счастливы, все мастера просто с утертыми носами сидят, а вы такая классная. Вот. Но это ощущение длится недолго, потому что по прошествии недели, когда вы скидываете фото готовой работы клиенту, очень часто бывает такая ситуация, что в ответ тишина. То есть вам просто перестает отвечать. И вы вообще просто сидите, сбитая с толку, не понимаете, куда бечь, что делать-то вообще. Не в Инстаграм же жаловаться, да, что заблокируете этого человека, он мне не оплатил там брошку. Вот, то есть совершенно непонятно. То, что попали вы в эту ситуацию, получается, виноваты только вы. Кому, кстати, знакомо такое, да, кого тоже кидали клиенты, напишите, пожалуйста, свою историю в комментариях. Давайте обменяемся опытом, чтобы как бы собрать вот эти типажи вот этих людей, которые кидают в последний момент, и не попасться в эту ситуацию. Давайте поможем друг другу. А я пока расскажу вам, как это делаю я. Значит, смотрите, первое, как можно понять, что заказ, скорее всего, не будет оплачен, это оценить чувство вкуса заказчика. С некоторыми людьми у меня одно чувство вкуса, да, ну, например, мне нравятся какие-нибудь там милые собачки, такие вот с розовыми ушами, такие с улыбочками, да, ну, то есть такие добрые, хорошие, теплые работы. Вот. А с некоторыми совершенно у меня противоположное чувство вкуса, и этим людям, например, нравятся какие-нибудь готические церкви, такая задумчивость, трен, там, вот это вот все. И я понимаю, что когда мне присылают заказ на что-то такое задумчиво-готичное, я точно это в работу не возьму. Оно мне как-то не близко, оно мне не отзывается, и поэтому я через свои навыки не смогу выразить, раскрыть этот эскиз, понимаете? И в итоге клиент получит не то, что он хотел, и, возможно, очень возможно, что совершенно не захочет этот заказ оплачивать. Поэтому вот такие вот странненькие заказы, когда вы точно понимаете, что вам не откликается, когда вам некомфортно даже смотреть на этот эскиз, не то, что его вышивать, лучше отказываться от таких заказов. Я, конечно, понимаю, что наверняка на меня сейчас посыпется куча гнева, типа, «Да как можно отказываться от заказов? Сейчас вообще ни у кого денег нет, нужно брать все». Но, понимаете, я хочу, чтобы вы отказывались от тех заказов, которые вам в любом случае не принесут деньги, потому что, скорее всего, заказчик бы их отверг и просто не стал бы за них платить, а вы вложили кучу времени, кучу сил, энергии, еще бы боролись с собой вообще всю дорогу. То есть именно от таких заказов я вас призываю отказываться. Например, у меня был такой случай, когда один парень хотел заказать у меня вышивку на толстовках, и у него был очень своеобразный вкус. Короче, он хотел, чтобы я вышила свинью с пятнышками леопарда. Свинью леопарда. Вот. И с одной стороны, это для меня был как бы вызов, как для вышивающицы, да, и я бы могла подумать, «Хо, какая интересная задача, возьмусь-ка я за нее!». Ну, с другой стороны, сразу было понятно, что «Свинья леопард» даже звучит как-то бредово, да. Ну и вообще, где брать эскизы для этой работы, да, на что опираться-то во время этого? То есть, получается, мне бы пришлось взять какого-то леопарда, потырить в него вот эти пятнышки, налепить там на отдельном слое в фотошопе, там, на эту свинью бедненькую, да, и вообще я могла бы сделать что-то, что даже бы ему не понравилось. И что мне тогда с этой свиньей леопардом? Кому это вообще нужно? То есть, понимаете, абсолютно все говорило о том, что мне за этот заказ браться не нужно. И я не взялась. И до сих пор очень рада, что не вышло из-под моей руки никаких свиней леопардов. Поэтому, с кем у вас разное чувство вкуса, все, не нужно брать эти заказы. Если у вас, наоборот, одно чувство вкуса, например, вы делаете каких-нибудь там милых птичек, а человек хочет какую-нибудь сову, да, у вас заказать, то вы ему должны дать следующее задание, да, так скажем, проверочку такую сделать. Скажите ему, отлично, да, я бы хотела вышить сову, все супер, а вы не могли бы вот зайти в мой профиль и выбрать работы, которые вам больше всего нравятся? Чтобы я просто опиралась на них, пока буду делать вашу сову. И в этот момент вы узнаете, как этот клиент относится к вам, как к мастеру, как к профессионалу, потому что очень часто люди заказывают что-то на эмоциях, да, и вообще не оценивают всю ситуацию в целом. Они, знаете, приходят к вам как тупо к исполнителю, они не приходят к вам как к человеку, который прям вот обогатит всю их жизнь, да, может они вообще по хэштегу просто ваш аккаунт нашли и особо в нем не копались. Вот, и поэтому если им дать такое задание, да, посмотреть ваш профиль и выбрать те работы, на которые должна быть похожа их сова будущая, то вы прям узнаете, как они к вам относятся. Очень часто вы можете получить совершенно неожиданный ответ. Например, знаете, ну если честно, ну вы только не обижайтесь, но мне вообще-то ваша работа не нравится особо. То есть я не смогла найти в вашем аккаунте то, чтобы меня реально прям зашкло. Вот, понимаете, потому что вот я такой человек, у меня такой вот классный вкус, что я люблю, чтобы было прям вот вау, прям чтобы все такое было блестящее, такое все очень красивое, но у вас как, ну так, знаете, простенько. И я просто подумала, что, ну, вы сможете, наверное, сделать над собой усилие, сделать что-нибудь получше, да, специально для меня. Я готова чуть побольше заплатить. Вот, и это тоже неадекватность. Это абсолютная неадекватность, это говорит о том, что скорее всего этот заказ тоже сорвется в последний момент. То есть не обязательно даже человек будет молчать, он может вам высказать все, он может сказать, что да это чушь собачий, я за это платить не буду, сами такое носите, и вы можете вот реально собрать кучу негатива, так скажем, на ровном месте. Поэтому, если вы не хотите попасть в эту ситуацию потом, сразу ее нужно предупредить. И для этого нужно дать задание этому заказчику выбрать работы, которому реально нравится в вашем аккаунте. Вот, если человек эту проверку прошел, то осталось дело за малым, осталось только взять у него деньги. Вот, причем взять нужно сразу полную сумму. И знаете почему? Потому что, когда человек к вам приходит из интернета, ну, понимаете, вы же не были в лучших друзьях там с детства и все такое, то есть это прям незнакомый клиент, откуда он взялся, непонятно. То, что он вам написал, означает то, что он сначала вбил какой-то хэштег, потом что-то вот так вот смотрел разные-разные работы, потом наткнулся на вашу, потом оценил вашу страницу, так более-менее поверхностно, и понял, что, возможно, вы решите его задачу. И он прям, прикиньте, он делал действия для того, чтобы получить то, что он хочет. Он не просто там мечтал, вот бы получить украшение. Нет, он прям сидел с телефоном, и прям искал, нажимал на кнопки, потом вам написал, сформулировал свой запрос. То есть, когда человек совершает действия, это означает, что он на максимальной мотивации, да, и на максимальном огне он готов вкладывать прям деньги, энергию, время в то, чтобы получить желаемое. И поэтому вот за этот огонь, да, вы можете попросить нормальную сумму и сразу всю вперед. Вот. Ну, просто грех не воспользоваться такой ситуацией, потому что гораздо-гораздо хуже изображать из себя такую какую-то типа суперскромницу, которой нужно, ну, дайте мне хоть 500 рублей, что ли, чтобы я хоть материалы купила для вашей работы. А потом вы через неделю понимаете, что 500 рублей вам не хватило, и вы начинаете вот так вот писать, ой, извините, знаете, я сейчас в магазине, мне нужно бы еще босинки подкупить, не могли бы вы еще 300 рублей хотя бы скинуть. А потом еще в конце работы, так, это мое любимое, знаете, я работала почему-то больше над вашим заказом, чем планировала, вы не могли бы сверху хотя бы тысячонку еще накинуть за мою работу. То есть, ну, это очень непрофессионально. Ни в коем случае не допускайте вот этого унизительного развития событий, да, не будьте вот этой вот непонятной замухрышкой, блин, оценивайте свой труд нормально, здраво. То есть, прям сразу говорите, там, посмотрели на эту работу, оценили, там, сколько это будет все стоить именно в плане материалов, сколько это займет у вас времени, посмотрели среднюю цену на рынке, да, и что-то среднее назвали, да, вот, и это сразу даст вам точный ответ, готов человек заплатить такую сумму за эту работу или не готов, чего тянуть-то, зачем, потому что вас, скорее всего, кинут, если вы вообще не будете говорить про деньги. Вот, и еще такой момент, если человек отказывается вам платить предоплату и становится очень подозрительным, да, он такой, ааа, какая сумма, интересно, на что вы ее потратите, а сколько там цветов будет в моей броши, а какие вы будете камушки использовать? Вы, наверное, не целый пакетик же будете использовать, вы, наверное, только одну босинку будете использовать. И вот, ковыряет, ковыряет, вот такой, что-то пытается выковырять, да, у вас там какие-то вот, где вы там заработали. И вот такие люди, понимаете, они реально настолько тревожны, ну, невонятно, из-за чего они так себя ведут, и нет смысла в это вдуматься сильно, но вы поймите, если они еще на этапе переговоров вот так себя ведут, они вам просто вымотают всю душу, пока вы будете работать над этим заказом. Они будут каждый день писать, говорить, пришлите мне, на каком этапе моя работа, нибудь там сидите, ничего не делаете. А вот это мне не нравится, как вы пришли эту бусину. А вот это можно заменить на вот это? И вот это будет бесконечно, вот этот вампиризм непонятный. Поэтому сразу называем всю сумму, если человек отказывается платить, значит он неадекватный, значит не надо с ним работать, значит он потенциально опасный клиент, который скорее всего может кинуть. И еще, знаете, такое скажу, мы сейчас все живем в эпоху интернета, в эпоху онлайн-продаж, интернет-магазинов, и абсолютно все эти магазины работают по принципу сначала плати, потом мы тебе вышлем товар. Вот, например, я недавно купила вентилятор для компьютера, и, понимаете, он ко мне еще не пришел, он может быть каким-нибудь бэушным, когда придет, мне может не понравиться курьер, который его принесет, может он мне через порог вот так швырнет, я подумаю, ну и сервис у вас, или, может быть, мне вообще придет какая-нибудь подделка. И вот, знаете, много неизвестных, многое может пойти не так, но с моей карты уже списали всю сумму, вообще всю. И меня это не возмущает, потому что я регулярно совершаю покупки в интернете, я регулярно, постоянно покупаю. И вот именно на таких клиентов вы должны ориентироваться, если вы хотите быть мастером, который продает в онлайн, через инстаграм, да, через там какие-то другие платформы. Вот, поэтому ищите людей, которые абсолютно спокойно относятся к полной предоплате и проходят вот эти два еще предыдущих теста. Если вы выполните все эти условия, я уверена, что вы будете зарабатывать деньги на каждом заказе на свой хендмейт, понимаете? То есть вы не будете рисковать ничем. Вы все время будете богатеть, занимаясь своим любимым делом, а не просто вот работать, как рабыня из аура. Кстати, вы, кстати, уже работаете по полной предоплате? Или все еще считаете, что это что-то стыдное, что-то некрасивое, и что так делают только какие-то вот наживающиеся люди, да, а вы такая вся скромная? Опишите вот свое отношение к предоплате. На каких условиях вы уже начинаете прям садитесь за работу? Мне будет очень интересно послушать, как вы работаете со своими клиентами. Давайте опять же обменяемся опытом, чтобы собрать все типажи клиентов, все типажи мастеров, да, и обогатить свой опыт. Вы можете сделать это в моих комментариях. Давайте пообщаемся, я буду рада всем вашим комментариям. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, потому что тут действительно много полезных советов. Подпишитесь на мой YouTube-канал, нажмите обязательно на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить мои новые видео. И всех люблю, всем пока!